Веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Господи, благослови наши занятия по Слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Дай нам все услышанное здесь запомнить, дай силы и мудрости рассказать другим людям. И пошли этих людей, жаждущих слышать Слово Твое на нашем пути. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ты только никуда в руку, чтобы не уронить. Заталкаю руку туда. Вот так. Никуда не ложишь, поддержи, потрудись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы продолжаем изучать послание к евреям, святого апостола Павла. Ну и напомним, где он убеждает евреев, которым писал это послание. Евреям говорит о священстве, что ветхое священство прошло и что священство Христа превосходнейшее. И пытается евреев убедить, чтобы они от ветхого завета перешли к новому. Евреям 8.4 Если бы он, то есть охристили Чпион, оставался на земле, то не был бы и священником. Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Толкование. Еще подтверждает то, что хотя не на земле имеет скинью, но на небе. Однако от этого нет препятствий к тому, чтобы быть священником. И заметь мудрость. На основании чего кто-нибудь особенно мог бы утверждать, что он не священник. Разумею, конечно, то, что он не имеет места на земле, где священствовал. На основании этого сам наиболее утверждает, что он священник. И говорит, что по тому самому он священник, что он не имел места на земле. Далее цитирую. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Ибо были иные на земле священники. Это обстоятельство казалось бы опровержением. Теперь же, имея место небо и вознесши туда собственное тело, там он ходатайствует за нас пред Отцом. Отсюда, так как он на небе, то поэтому он по преимуществу священник. Вопросы? Почему вот... Или что, у вас это свое? Давай. Давай. Вот Елена Валерьевна попросила просчитать вот это стихотворение. Я его нашел здесь по оглавлению. И вот сейчас назад все оглядываюсь. Это моя биография, и как будто не я писал совсем. Притом это ни один, ни два стихотворения. Я сейчас не забуду, как к батюшке приехал родной брат нашего епископа Ептихия, Михаил Курочкин. И ко мне так это все по-хорошему и говорит. Вам стихотворение прочитать? Я говорю с удовольствием. И он читает. Читает так вот. Так, вы когда слышали, что-то слышал, ну, он так смеется. Я говорю, еще смеетесь-то. А считай, что написано. Он показывает. А внизу газета Радонеж, и написано Лапкин Игнатий. Обычно от плагиата, это когда воруют. Ну, я взял стихотворение Истаковского и подписался Лапкин. А здесь наоборот, мной написанное, я написал его, и ушел, и забыл, и больше нет. А кто-то как переписал, или как их в газете напечатали. И вот это сейчас она говорит, я припомнил два слова. Три. А сейчас можно прочитать. Кто прочитает? Я плохо вижу. Ну, знаю. А? Очки оденьте, Игнатика. Ну, я очки, это ты мне очки надевать. Они хорошие. А что? Хорошо. Да, да, да. Ну, да нет, это мне смешно даже быть, я очка. Ну, и что это значит? Никак. Это нормально. Послушай, окончен суд. Засчитан приговор. Конвойна уводят в коридор. Единодушен приговор к расстрелу. Внезапной дрожью наполняет тело. Я примеряю выстрел к себе, привязанный к позору на столбе. Последним взглядом небо обвожу. Воспоминание, подобное ножу, вонзается. Широкие зрачки. О, сердце, жизнь, скорее всю прочти. Конвойные у совести года. Свидетели не денешь никуда. Они кричат событиями дней, в которых я, бичик и злодей. О, жальца совесть, пламень охлади, пылающий в расстрельной груди. Толпятся дни, и пальцем тыщут в грудь, и некуда мне совесть отвернуть. Обиженные мною на чеку, слезой кровавой тыщутся в щеку. В распяленные в ужасе глаза влетает миг и жалят, как оса. Не повернуть, не высвободить рук, от полощей, что замыкают круг. Сейчас я знаю, тело упадет, расколется и рухнет небосвод. Последние ужасные мгновения, молитвенно наклонены колени. Прости, Господь, всем жителям земли, которые к расстрелу привели. Простите все, за все прошу простить. С молитвой прах в могилу опустить. Иисус Христос, мой любящий Творец, Прости меня, пришел всему конец. Ты всех зовешь к омытью в крови. Прими меня в объятия свои. Какой-то звук, минуты забытье, И усталбал лишь жалкое тряпье. Душа уходит в небо синеву, Запорванную пулями конву. Тюрьма, 1970-й год. Игнат Тихонович, я это стихотворение услышала на занятиях. Первый или второй раз пришла только на занятия. И вы его наизусть читали. Вот оно меня больше всего тронуло. Вот воспоминание, да, в университете. Вот понимаешь, как, вот, не выскажешь, как. Это Господь так делает. И вот он ушло, потому что обстановка изменилась, а в стихи уже пошли другие. Ну и стихами-то не назовешь. Но я посмотрел, ну, стихами-то я так не сошли из-за скромности, но я знаю, есть настоящие поэты. Как-то наступал Евгений Евтушенко и говорит, да у нас в стране, говорит, только три поэта настоящих. Все сразу журналисты. А кто? Ну, был Ахмадуллин, это его первая жена назвал. Второй это Андрей Деметьев. А третий, ничего вам не понятно, конечно, я. Без лишней скромности. Вот здесь вот. Но я когда считаю вот эти у них ваши стихотворения, ну, такой был, слышали, может быть, Михаил Круг. Это не его фамилия, но где-то в Перми или где он там был. И он такой там, Владимирский Централ. Там в тюрьме, для блатных цепей. А он сам-то и не был. Говорят так. Я посмотрел, ну, такой солидный мужчина. Порешил все узнать. Поет и голоса никакого нет. Даже не надрывается. Не то, что Высоцкий, он все рвет на себе буквально. Хрипучий. Какой певец-то? Что, с Магомаемом сравнишь, что ли-то? А этот совсем прям никакой Централ. Я думаю, сейчас он такое напишет. Не то, что мои тюрьмы, по которым я шел-то. А Централ, он еще и в этом карте не играет. Вспомнил, грех свою девчонку оставил. А теперь девчонка перед глазами. О чем? Ни покаяния, ничего нет. И дальше. Я думал, перебор. Главное, это туз. Все, кончилось. Это у него самое хорошее стихотворение, которое он пел. И пел, которое освобождаются люди с деньгами, эти братки. И он у них там, я видел, встречается и поет. И так братки пришли и убили его на дому. Из-за чего? Будто бы он где-то на каком-то концерте выиграл первую премию. Должны были большие деньги дать. Но они опередили события на два дня. Пришли, а у него нет. И они его застрелили. И хоронят как. Там напротив его дома скамейка стоит. В чугунной такая статуя в его рост. И посадили на это. И ногами он как бы захватывает ножку в скамейке. Ну сидит, правда, как сядешь рядом, и никто не подумает, что это не живое рядом. Пошли на кладбище, все рассказано. Ничего нету. Я посмотрел другие стихи, еще меньше. Тут все сказано. Все переживания, уверования о людях, прощения. Дальше 10 куплетов всего. Ничего нету. Вот совершенно ничего. Как рассказать? Да ничего нет. Это у Горбачева и то, что можно было припомнить. Фамилия Круг это не его. И видно, что не страдался такой солидный. Спрашивает, а как вы считаете, поэт, нет, Высоцкий. Поэт. Но дар его был не от Бога. Или он Божий дар превратил в другой. Ему все время нечистая сила казалась, сколько раз. Наркоман, гьяница, блудник. Он сам о себе это все пишет. Какой пример? Одна же у нас там была, когда находился в лагере. Ну, одна хорошая женщина, врач. И она устроила как бы день памяти Высоцкому-то. Ну, кто что знает, то и... Ну, один заключенный, Тота, где-то на концерте был. Ну, я сидел-сидел, да я говорю, я тоже. Никогда, что, Высоцкому сразу разрушите у нас. Разрушите. То есть, они его все-таки показывают, как властители умов молодежи. А я расскажу, какой он, куда вел-то. Если ему подражать, вся страна скопытится. Следующее поколение не будет никогда. Ну, вот так, поехали. Ну, вот вопрос о земле и небе. Вот на земле, как бы, Христос не может быть предоставленным священником, но он на небе. Почему на земле-то его священником, как бы... Поставили бы Христа священником-то, да? Нет, здесь идет рассуждение, что он пишет евреям, апостол Павел, что Христос, священник, он им доказывает, что они не верили, что теперь... Из колена Иудина не может быть священник, а из Левии на только должен быть. А евреи-то сразу подставляют. Вот я беседую, с ним он мне говорит, ну, вы признаете ветхий Заветеру? Конечно. Ну, из какого колена? Из Левии на. А Христос, я говорю, из Иудина, или какой священник? Так, назовите, когда священники были из колена Иудина? Я говорю, никогда. Ну, и что вы еще дальше будете доказывать? Если он никогда и никто, это же, понимаете, кто он такой? Жест священник-мошенник, обманщик. Этот обманщик будет жив, и все. Если я не знаю, как сказать, я уже все поплыл. Я скажу, извините, я ушел. Пошел дальше учиться. Он не просто так, он конкретно меня, по моей книге, меня спрашивает. Ты это веришь? Веришь. Кто из другого колена Левии на, кто-то пристанет, будет делать, будет что, предан смерти. Но его и распяли. Я опять молчу. Все сходится. Апостол Павел, вторгся совершенно недосягаемый. И доказательств ее никакие. Я просто все время в диспутах. Никакие. А почему поверили? Потому что я христианин, а эта священная книга принята на соборах. 85-е апостольское правило. Все. Доказательство. На эту тему я за 55 лет ни разу ни с кем не беседовал. Почему? А тут не о чем беседовать. Я должен принять или отвергнуть. Здесь недоказуемо ничего. А Павел доказывает. Доказывает с той стороны, как он видит. Мне это не видится. Но я повторяю его слова, могу доказать. Диссертацию написать. Но внутри у меня остается чистый лист. Я знаю, так не доказывается. Не доказывается. А как доказывается? А так, чтобы было видно вот так-то, так-то, на таком-то месте. Вот они сказали. Теперь пошли. Не запретили ли вам? Почему запретили? Вы кончали семинарию Академии? Нет. Что вы учите, рыбаки? Ты сеть-то толком не изучил еще. Из какого материала? Китай дал тебе там эту дырявую паутину. Все. А тут 153 не прорывалось. Я должен все это абсолютно иметь. Я вот как-то беседовал. Я-то беру от кого-то. Я учился. Журнал «Ревнитель» был. Там был Кунцевич. Ландер Кунцевич, кажется. Сильный такой миссионер. Его поймали. Он никакого отношения к власти не имел. Торостреляли. Там умница была такой. На его книгах я учился. Доказывать как. Вот он доказывает. Если я сейчас доказываю кому-то, все говорят, неотразимо. А могут тиктанты возразить? Не могут. Вот допустим, о тысячелетнем царстве. Такое простое доказательство. Он ничего не... Ну у нас же так учат. Вот это все. Учат неправильно. Ну как неправильно? Такой брат хороший, где двое или трое. Там Христос. Мы собрались. Мы тоже изучаем Слово Божие. Да это не доказательство. Написано. Ставьте, расти то, другое до жатвы. Уверите? Жатва кончина века. Толкование рядом. Да. И что? Плевел и пшеница. Плевел и что? Плохое. А пшеница хорошая. До жатвы. А вы за тысячу лет раньше отправляете их. Ну да. Ну а как же до жатвы? До жатвы кончина века. До кончины века за тысячу лет вы уже вознесение сделали. У вас три пришествия Христа. А как же братья учат? То разве это доказательство? Братья учат. Братья за себя ответят. Вы это можете доказать? Ну я не могу сказать сколько. Несколько сот раз примерно я доказывал. А возражения были никогда. А что доказывать? До жатвы. До жатвы. Жатва кончина века. Тут же толкование дается. А вы сначала пшеницу. А там слой Божий будет. И пойдите прежде выберите плевела. Прежде плевела на суде Божьем. А не то что за тысячу лет пшеница. Вот так перевернули. Я вас пишу в последний день. А у вас за 365 тысяч дней раньше. Это ошибка заметная? А вот это я не буду доказывать. Или католикам доказать. Там там Филиохова. С католиками я ухсен заблагословляюсь. Я даже никогда и не помяну это. Почему? Никакой роли это не играет. Но вы как? Как церковь проповедует. Но про себя. Про себя я знаю, что я из от сына. Отец и сын. Они никто не выше, не больше, не старше. Это все слова. А ваше мнение почему? Я не настаиваю. Мое мнение это я говорю не фуражку повернуть другой стороной. Я так верю. И так я не проповедую. Не заставляю учения. Никакого нет. Но я имею право. Ты говоришь. Это из бумаги. А я посмотрел. Да там мраморное все. Ну что из этого изменилось-то? Мраморное? Ну а потом что? А потом смотрите и правда. А как вы догадались? А тут маленькие промежутки. Где лопнута она точно идет. А бывает и так не бывает. Я доказал. Говорит. Да. Так и здесь. Давай. Евреям 8.5 Которые служат образу и теме небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скини. Смотри. Сказано. Сделай все по образу, показанному тебе на горе. Толкование. Здесь показывает преимущество священства Христова, называя ветхозаветное священство. Образом и тенью. Наша же небесная. Ибо когда ничего земного, напротив духовное все, что в таинство, где ангельские гимны, где ключи царствия небесного и отпущение грехов и снова связывание. Когда жительство наше на небесах, то каким образом может не быть небесным наше священство? Посему этому небесному священству служило прообразом и примером, то есть темным образчиком и как бы теневым очертанием то, что в ветхом завете было открыто Моисею. Так как то, что мы видим глазами, мы скорее постигаем, чем то, что узнаем через слух. То поэтому Бог показал Моисею все не только устройство скинии, но и то, что касается жертв и всего служения. То есть скиния земная была сделана по образу небесного, было показано с неба. И сейчас он это в доказательство приводит, что священство Христово, небесное, ну, растоп было земное по образу небесного. Что же вы это-то не понимаете? Моисеево. Про эту скинию-то не написано. Вот с ним все недостаток-то. И Моисеев сделал все, как положено, как показано было в небе. С ерубимами, вообще все, размеры даются. Про Новозаветние-то ни слова нету. Кстати, алтари отгораживаются будут. А первых христиан-то не алтарей, ничего не было. Лукьян лежит, закованный, ну, колодок, знаешь, две такие с вырезами, а тут затянуты эти, ну, деревяшки такие. Руки здесь, а теперь, как на заложили, он лежит. Диакон говорит, все невозможно, семена привезли. Литургию надо совершить. Правильно. Так совершайте. Докогния, нажав, чтобы мощи были. Грудь мою, видишь, это мощи. Да как престол. Грудь мою, видишь, это престол. Так нужно, чтобы где Христос пребывает. Грудь мою, видишь, там он пребывает. Давайте литургию. Все. Все здесь поставили, началась литургия. Я для вас являюсь и престолом, и всем. Почему? Он в вузах. Лукиан. Когда прочитали, вот эта широта. Они не придумывали, как сегодня. Вот батюшка, если на рукавах, нет эти, не рукавички, а на рукавнике. Они ничего не знают, что руки мерзнут так же, как у нас. Отдельные. Ты не думаешь, что такая Риза. Это он, ну бывает такая манишка, у людей раньше было. У него ничего нет. Вот это дается воротник здесь, и вот здесь, а дальше ничего нет. А у него из-под костюма выглядывает, какая рубашка. А никакой рубашки-то нет. Просто надевает, застегивает. Она, ну в руках-то. Просто рукава отторвана. И вот здесь так же. Дальше это как ничего нет. А когда ты истину знаешь, ты за всем видишь. А вот это так. А вот так. Вот очищались. А это вот так. Ты знаешь, как сказать. Что ты чувствуешь. Ты доверяешься. А неверующему это и доказательство не. Поэтому на эти темы никогда не надо разговаривать. Разговаривать надо о чудовищной силе греха, которая распространяется через подражание. Как будет грех усиливаться. А ты знаешь, как священники будут спасать? Если не знаешь, я отдельно выставил ролик. Почитай. У Достоевска Федора Михайловича в «Братьях Карамазовых» глава «Великий инквизитор». О! Я много видел артистов хороших, как и Стегнеев, другие. Ну, вот Лавров. Я лично знаю. Вот Вячеслав Тихонов. А здесь сказали, «Бабы, думайте, можно показать?» Не знаю, как. Я режиссер. И вдруг Михаил Ульянов играет уже предсмертью. Ему там показывают, как пудрят его. Как все это вначале. И потом он показывает, как... Ой-ой-ой. Он буквально как антихрист. И говорит эти слова, как и эта молодежь такая с какими-то перерывами. Студенты кричат, руки простиряют. Атихриста приняли, когда... Вы кого спасли? Он Христу отвечает. Кого вы спасли? А Христа и не показывают. Он разговаривает, как будто рядом Христос. Кого? Только гордых вот этих вот. Гордятся. Мы спасенные. А мы сделаем так, чтобы при ней же... Может, 10 раз будет жениться при живых женах. Ничего не значит это. Мы всех спасем. И будем причащать. Мы всех спасем. То есть он не спасет. И они, говорит, тихо угаснут. Тихо умрут. И за гробом обрящут лишь смерть. То есть стоп... И считаешь, как будто... Патриархи этой, Которые все это как... Строгородские другие. Точно так священники сегодня не крестить не хотят ничего. Все прощается, прощается. Не канонами это не показано. А Бог милостивый. Придумали слово экономия. Это вот как раз великого инквизитора слуги. Страх Божий иметь... Это единицы, может быть, которые имеют. Дальше главное, чтобы еписк от меня не запретил, не ударил, не изверг. Священник один говорит. Я считаю, говорит, вижу решение собора-то, ну неправильно. При живых женах несколько раз. Лишь бы справку принесли, чтобы в ЗАГСе разбили. И он опять отвечает. И он тогда подал в суд, в церковный суд на патриарха. Его сразу же, вот, видел? На нашем чате там это все. Ну там Виталий с ним говорит, там еще кто-то это делал-то. И оттуда беру священник, этого показывает. Ты не следишь за этим? На патриарха подал в суд. И с ним разговаривать не стали. Его вышибли сразу и все. Так что, есть люди, которые все поставили. Благословен Господь, пошли. Евреям 8, 6. Но сей первосвященник, два слова с большим буквами, получил служение, тем превосходнейшее, тем лучшего он ходатая завета, который утвержден на лучших обетованиях. Толкование. Еврей-то еще, какие обетования? Обманщик какой-то сказал, а он ссылается на это. Павел-то ссылается на это уже заранее, априори называется. Предполагает, что те, кто будет слушать, они уже верят до этого, что он лучшего завета. Какого завета? Не работал, болтался, бомж ходил негде ночевать, и теперь... Какого завета? Его никакого нету. Они как говорят, это там мальчик, еще будущий жив, говорил в третий день воскресном. У них на основании это было больше. Ну просто реально посмотрим. Я говорю, как меня... Сидим в кабинете, Песеатр приехал с Москвы, Мазур, Моисей Абронович. Догадывайся, кто он такой. А как по-вашему будет? Да, вот. Вы жития-то знаете, а я уже насчитал, да, слышал. А Варвару Великомученецу знаете, как ее мучили? Конечно. А Зоя Космодемская, я тоже знаю. А кто из них больше? Подвиг, еще и больше. Я сразу отвечаю, Зоя Космодемьянская. Да? А как так? Да так. Варвара в этот же день получила обратно все, что потеряла. Отрезанные груди на место встали. Руки раздробленные, пережженные, они на место встали. А у Зои-то ничего за этим нету. Приписали слова всех не перевешать, и перевешивать нужды нету. Сейчас шесть, миллиардов столкнут, и один миллиард на земле останется. Видишь, как? Он как бы человек другой стороны подошел. Я бы ответил, ему понравилось. Что я не сказал, ну наша Варвара, святая мученица, какая-то Зоя. Что ты сравниваешь? А реально, я говорю. Знаете, можно спросить? Вот сейчас вот то, что в Израиле происходит с Иерусалимом, это уже начало к Армагеддону, как вы думаете? Не совсем не думаю. Так, дальше что? Вот я хотела спросить вашего. Я тебе сказал, не думай, а твои... Зачем мне о том думать? Я сейчас думаю, как? Как мне сейчас я поеду тут там? Люди издалека сейчас едут с Украины, и денег у них нету на поездку, и не обратно нету. 34 тысячи надо, чтобы приехали с дочкой. Звать ее Марина. Аполлинария, кажется, дочка. И теперь ехать как? А ей крещение, принятие все, у нее загвоздка. Муж разведенный, едет работать в Польшу, а его засловили, элементы есть, разведенные. Сейчас ехать, чтобы она отказалась от элементов-то. Она мне написала, что я говорю, не отказываюсь, как-то отказывается, на заработки. Его не упускают. Она сюда с дочкой ехать, а это другое государство, теперь без отдыша ни она не может выехать. Мы все-таки договорились, я говорю, я поищу где-нибудь, будут люди, может быть, богатенькие. Вот сейчас только один звонил, он должен снова позвонить, а я не взял даже телефон. Вот так. Из Нижнего Новгорода, откуда наша газель происходит машина. Нет у меня человека, который бы принес. Давай. Так, еще раз. Давайте решать, я все-таки сбегаю за телефоном. Идите. Я ему сказал позвонить в это время. Но сей первосвященник, то есть о Христе идет речь, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего ходатая завета, который утвержден на лучших обетованиях. Толкование. Это вытекает из той именно мысли, если бы он, Христос, оставался на земле, то не был бы и священником. Ныне же, говорит, не будучи на земле, но небо, имея местом священнодействия, он получил лучшее служение. Ключ-то в кармане. То есть служение его. Может и телефон в кармане? Да нет, терапона тут нет. Это только ключи. Ныне же, говорит, не будучи на земле, но небо, имея местом священнодействия, то есть Христос вознесся на небо, он получил, Христос, лучшее служение. То есть служение его не таково, какое свойственно с земным первосвященником, но небесное, так как местом совершения его служит небо. возвысив священство Христово по месту и по священнику и по жертве, таким же открыто выставляет его и по завету. И хотя прежде сказал, что ветхий завет был немощен и неполезен по причине младенчества слушателей, но он скоро прекратил об этом речь. Теперь он долго задерживается на рассуждении об этом и показывает, что новый завет лучше того, то есть Евангелие, ходатай и дарователь его есть Христос, ибо сам он соделался для нас служителем Евангелия, приняв образ раба, как Моисей есть посредник закона. Предлагает то, что особенно ободряло верующих из иудеев, именно, что обетование нашего завета лучшее обетование, ибо не благо земные и не благо в потомстве и не многочадие, но Царство Небесное обещано соблюдающим Евангелие. Итак, не будьте малодушны, обетование Евангелия лучше, неразумно унывать тем, кто имеет лучшее. Вообще Богу для чего быть священником, первосвященником, он же уже Бог, для чего ему это надо? Евангелие Таанам 3.16. Ибо Бог свою любовь доказал нам тем, что он был сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Доказать свою любовь. Доказать. Люди-то не верят его любовь, что он не по жертву спросил, а по священникам для чего быть. Ну что такое священник? Священник это тот, кто ходатай перед Богом и жертвы приносит. Для чего жертвы жертвы Богам приносить? Умилостивить Бога, чтобы он дал чьи дородия, плодородия земной. Для чего Богам жертвы приносили? Чтобы войны не было. Чего сейчас люди молятся-то? Батюшка рассказывал, прочитал книжку-то. А духовного-то не просят. Мужа, квартиру, машину, работу. А апостол Павел доказывает этим христианам, которые из Иудеев, то у вас лучше намного. У вас небесный первосвященник. Чего эти земного просили раньше-то? Тут царство небесное, жизнь вечная обещана. Чего вы за эти чеснок уцепились, как вспоминали, за перопилом до ноздри, да все у нас там было, да куда ты нас повел на веселье? Ропотники, завистники. А зачем Богу быть священником, если он сам Бог? Ну, как зачем? Ну, чтобы доказать свою любовь, что не верят в него, как в Бога. Что он все по любви к человеку делает, а человек нужна мне твоя любовь, сам? Почему говорит Троица, чтобы Богу было кого любить, говорит, от вечности, он любит сына и дух святой, а сын любит отца и дух святой, а дух святой любит отца и сына. Это не научился повторять, больше ничего из этого нет. Это все равно, что лягушка сквакала, теперь ее спросят, ты знаешь, как у тебя расположены голосовые связки и как надувается пузырь плавательный где-то? Ну, что она расскажет, так и мы. Да, да, да. Вот мы сидим сейчас и во всех нас совершается чудо. Чудо, от съеденного обеда, чтобы было вкусно, присосочки какие-то обнаружили там, и смотреть пищу, чтобы была красивая, что 700 тысяч каких-то колбочек в глазах там, все это, и запах, чтобы он приятный, а, конечно, это результат какой, фух, в один час в раю все фухнуло, говорит, ну, куда вылетело? Еще только не было, и у меня стихотворение с такой, рыбы плещутся, птицы поют, а Адама Бог приглашает, как в гостях побыть, все есть, и вдруг, еще нету, и Бог и знал, и говорит, недалеко, вблизи рая, чтобы он смотрел и думал, даже представляю, на время-то идет, день, ночь уже сотворена, ночь приближается, а ночь это и прохладно, и куда идти? Ну, и шин шкуры, две шкуры, теперь они еще, находят какую-то пещеру, где-то слигли, звери-то еще не расплодились, на одной шкуре, понял, что лежать, вместе можно, но и шкуру, крыси, друг от друга тепло идет, я просто представляю, как это было, и он понял, что у Евы ничего лишнего нету, ни спереди, ни сзади, и благодарит Бога за все, а сегодня стоит, три тонны, весом, говорится, в один сентяр, и все, как это было, первый человек ничего не знал, вообще ничего не знал, и может быть, Ева первый раз, стала беременной, что-то не пойму, что-то вроде, ем нормально, она еще ничего не знает, никто их не учит, и вдруг первый крик, так тогда, надежда есть еще, теперь это мы вернемся в рай, как-то, что-то такое в голове было, ибо надеялись они, названия-то какие были, оказывается, нет. Игнать Тихонович, можно возразить, я не верю, что Бог их не учил, я думаю, Бог с ними разговаривал, он с Каином даже разговаривал, ведь научил же пости, овец, пшеницу сажать, как он разговаривал с Каином, как? Ну там в Библии, прямо на Библии со мной. Ты сейчас не говори Библии, я знаю, такая книга есть, где-то была. А что им с Каином разговаривал? Почему, говорит, ты злой, почему, говорит, твое лицо такое, если, говорит, грех у тебя, говорит, то в любви, то в любви, греха, и каким-то образом, что от тебя-то они ухайдакали нигде. А как они узнали, что надо приносить жертву, пшеницу сажать, как сажать? Бог стягивится, третится, меня убьет. А он говорит, нет. У него трясовица была, я на самом деле, от страха он трясся все время, и все понимают, а что трясешься? Не знаю. Стало трясти все, вот как у Гитлера, левая рука, но вот так, это на войне, на Первом мировой он так получил. Бог приходил в прохладе дня и беседовал с ним. Это все для нас так, для Бога какая прохлада. Понимаешь, ну надо уметь как-то, это называется антропоморфизм, отчеловечения того, что выше нас. Мы не понимаем этого. Ну, понимаешь, мы привыкли, даже то, что вот только в голове делается, и то мы этого не знаем. Учит окулист, пять лет, я говорю, а ты можешь лечить? Нет, говорит, ухо, ухо, горло и нос, они связаны, одна траншея, а это окулист, это другой совсем. Другой врач, и все знает, да еще все ощупью, говорит, идешь. Болезнь такая, да это, кто его знает, болезнь или не болезнь. Я был как-то в больнице, и там, стенд на стене такой, и что вытащили из страхе, и другие там, косточки разные, монеты, булавки, это оттуда вытащили, все это размещено, где. Еще. Вообще. Игнати, даже в наше время, я помню, вот сижу щенков на базаре, продаю от собаки нашей, хорошие щенки были, и уже отсчитываю, сколько десятину в уме, а мне голос в уме, цену пса и блудницы в церковь не заноси. До сих пор Бог с нами, все равно, он духом все. Я про то, что голос... Другие псы есть, можно отдать им. Я же не про то говорю, а про общение с Богом. Результат должен быть всех рассуждений. А результат такой, Бог все делает так, чтобы нам было приятно. Вот Златоусь говорит, как же Бог сделал, то человек поел, и оправляется, и не видит, как из него все выходят, чтобы мне было неприятно. А когда перепьет, бреет перед глазами все, чтобы было, ты видишь, что с тобой едет? У него все, действительно как. Даже это, итог Бог сделал так, что человек не видит, сел, встал, как будто ничего и не было. И это все святые отцы описывают, они не считают, как это, это наше тело. А зачем, говорит, брови? А брови какие, как вот такие, вот у него, смотри, здесь лысо, дошел, вот как, надохнул, бывает так, это гребешок, это так, и под, и правда, под не так, прямо глазами. Он у Брежнева, у него ни одна капа не попадала на глаза. Как у Василий. У него брови-то какие, это. А где Василий, кстати? Я вот только пришел. Давай его. Давай, ну, дальше. Ты фильм Брежнева видела? Я его и самого видела в детстве еще. Что мне его смотрит? Фильм Брежнева, Шакуров играет. И сделала, частично. Да как, а? Частично, я целиком не смотрю. Это надо так, это, набирали когда, и как это вот, кто набирает, то я уж отвлекусь маленько, как он узнает его? А теперь, как он играл? Он сидит, уже все, грим с него сняли, и видишь, все равно в нем что-то есть такое. Ну, да, а я сказал вам, а почему в этом? Ну, говорит, я Брежнева, то сколько смотрел, даже не отличишь. Вот какие бывают мастера. Мне всегда охота с ними встретиться, побеседовать. Ты университет, где мы занятия вели, хоть раз видел во сне? Нет, наверное. Вот, вот это и разница наша. А я там, я у Вести Гнеева, и спрашиваю Владимиру Васильеву, сейчас, его уже нет живого, в каком университете не идут наши занятия? Мне, чтобы университет, это пять было каждую неделю захватывать. Я во сне продолжаю вести ту же самую работу. И тему назначаю, и беседу, и я спать не ложусь, как будто бы. Почему? Любовь. И притом, вот, которые нападают, то другое на меня. Он ничего не знает, ничего. Я понимаю, это так охота сказать. Давай. Комментарий Игнатия Лапкина на слова «Царство Небесное обещано соблюдающим Евангелие». Это из-за слова «Евангелие» я говорю. Ни в одном месте Писания нет даже намека на то, что люди, пренебрегшие Библией, будут спасены, что часовые моления людей, отвергающих Священное Писание, будут приняты Богом, что жизнь тех, кто не выходил из храма, кто принял монашество, кто был священником, но не хотел слушать Слово Господне, что такая жизнь будет угодна Господу. Про это не считали же нигде. «Царство Небесное обещано соблюдающим Евангелие». Рассуждая от обратного, легко заключить, что «Царство Небесное не обещано не соблюдающим Евангелие». И притча 28, 9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». И Псалом 118, 113 стих «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Царство Небесное обещано только соблюдающим Евангелие». Опять эти слова повторяю. «Только». «Можно?» «Можно я тоже сдавал оплачивать». «Вам знакомо такое Петр Могила?» «Конечно, еще бы». «Вот, мне тут очень крупный богослов». «Ссылку его скинули, я вчера почитал, он был за полное погружение, я еще знаю это еще». «Вот, о родовом проклятии или родовые грехи, мол, если в роду какие-то несчастья, то нужно молиться об упокоении пра-пра-пра вот этих вот». «Ну, еще из этого, я узнал, я это не признаю, я знаю, что каждый ответит за себя». «Я тоже на вашей стороне». «Второе Коринфянам 5.10 «Всем надо жить предстать предсудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». «Все, я это дело сразу монтирую, все остальные слова, они никакой роли в меня уже не играют». «Вот, но, однако же написано в Писании, что будет наказывать детей за грехи родителей». «Когда дети повторяют грехи родителей». «До седьмого колена». «Это только когда…» «Почему до седьмого? до седьмого?» «До десятого помню, до седьмого». «Не до десятого?» «До десятого поле». «Ну, не суть». «То есть мысль такая поступила, то есть «Я болею, а виноваты родители и там бабушка и там…» «Как в Ивангеле». «Как какой-то фильм был, такой царь такой… злой?» «Он так берет одного за нос и чайником выливает на этот…» «Я не виноват, у меня родители, у меня наследственность такая, что ты с меня хочешь?» «Обман стопроцентный». «Для чего это все говорится? Чтобы заказывали больше сорока усты? Я верю, что Бог может наказывать болезнями земными, для того, чтобы этот ребенок покаялся, чтобы рот этот очистить и болезни нам даются для исправления это, я понимаю». «А помните, вы, Игнат Тихонович, говорили, «моленец»?» «А я первая поднимала, минуту». «А я тебе слова не давал. Не давал. Мы еще мой вопрос не решили. «Я и дополнить твой вопрос». «Подождите, по-моему вопросы, да? По родовому проклятию что-то хотите сказать? Давайте». «Ну вот, если вот родовые проклятия, вот вы говорите, каждый за себя ответит. А зачем мы тогда молимся за умерших? Да. Это вопрос об упалкаении. Молимся, я тоже не понимаю. Потому что мы любим их. Вот и все. Нет, мы святые вызывают молиться. Как их любить, если мой дед грешил, а я раком заболел. Как я теперь буду за него молиться-то? Ты, может быть, раком-то заболел за свои грехи, а не за грехи-то деда. А вот могила-то утверждает, что дед вот виноват, у меня блудник, ты посмотри, что Слово Божие как утверждает. Каждый за себя. Слово Божие утверждает, что будут наказаны за грехи родителей до седьмого колена. И могила это же так же. Только вы только молитесь, и тогда рак перечит. Только не за себя молитесь, не о своих грехах, а чтобы там им в аду как-то полегче было, чтобы ангел им принял воды, им плеснул в аду, и тогда у тебя рак пройдет. То есть мысль такая проскальзывает. Нет, нет. Ну вот я как прочитал, как в могиле побывал. Слушай, что говорят. Святых пишут, что молитесь о них, чтобы там им облегчение было. Хотя говорится, что не будет облегчения. Я не верю, что... Ну, написано, что они переходят. Они говорят о переходе, об облегчении говорили. Да, но она говорит, что не будет облегчения. Я говорю, по правилам, облегчение написано, может, там и будет облегчение. Но написано, что не переходит ни туда, ни сюда, между нами великая пропасть. Ну, а пропасть-то пропастью, но может... Ну, ему там тысячи градусов, Почему тогда в церкви заведена молиться? Да чтобы деньги платили, понимаешь? Да ну почему до денег еще? Не до денег. Это же было. Было. Давай. Ну смотри. Тихо, сейчас. Один из святых рассказывал. Ему было видение. Видел ад, и двое сидели на дне смурадной ямы. Два грешника, прикованные цепями. И в один прекрасный момент с одного цепь спала. И тот, который остался в цепи, говорит, хорошо тебе, за тебя есть кому молиться там на земле. Этот был отпущен в цепи, а второй остался, за него некому было молиться. Вот такая картина открылась в дне святых. То есть нет, наши молитвы и влияют. А тем более, когда человек только что умер, 40 дней, он по метарствам идет, наша молитва его поддерживает. Его же бесы в одну сторону тянут, ангелы держат. И тут еще наша молитва помогает. Ну, неподкупный судья, его нашими молитвами не подкупишь. Понимаешь? Ну, а как? Ты говоришь, что вот за грешника помолятся, и молитвой можно его из-за до теперь в рай перетащить. Или облегчить кому-нибудь учесть. Ну, ты сейчас столько, что сказал, что цепи спали, и он куда он после цепи там. Простил ему что-то, отпустил ему. С милостью он. Мы же молимся, что... С милостью он, это значит, упустил в рай. Вот это милость. А не так, что вместо 40 ударов палками, дам дал 39. Сережа, мы же молимся. Прости им все согрешения, соединенные здесь на земле. Так ведь, Игнать, я тебя поднимаю. Я так понимаю. Это уже нет неправильно. Ведение, не, ведение. Ну, а как нет? Я тоже не понимаю, молитву за урожай. Ну, а где они еще могли их совершить? Ну, если Господь уже решил, что... Он решает. Я не могу его подталкивать, его решение. Господь решает. Я желаю, чтобы мои все родственники, конечно, в раю со мной оказались. И мне бы туда попасть бы. Вот, но... Я не могу молитвой... Сейчас погибшие собаки воскресли. Да, мне бы с ураганом там бы неплохо было бы всю жизнь. Это роткий комментарий. Да. Вот, батюшка сказал, что молиться за умерших можно. Но молимся-то мы. Не то, чтобы их Господь просил, а мы... Я вот всех переименовываю с их, чтобы это самое... Вспоминаю их. Но я прошу, и молитесь за меня, кто умер. Кто умер в вере, надежде, любви. Кто спасенный, значит. Вы за нас молитесь. Вы за нас, за тех оставшихся на земле, которые уже спасены. А как это мы можем молиться, чтобы там простились те, которые уже... Я не знаю, я такого... Батюшка сказал, что молиться только нужно. Просить их, которые спасены. Мои верные. Кто вот... Я молюсь, а потом говорю, молитесь за меня, кто умер в вере, надежде, любви. Кто спасен, перед престолом Божьим стоит. Это я согласен. Написано, и приступили к духам праведника. Но так же написано, и приступили к злобным. Злобных духов-то тоже вызывают, и тоже они помогают. И тоже такая, понимаешь, ну... Как-то давайте там тоже их, этих злобных духов, умилостивим. И, понимаешь, чтобы им там воду полегче было. И тогда и нам, может, на земле тоже тут что-то, грехи какие-то там, болезни. Я на эту тему думаю, что тут мы проявляем любовь и сострадание. И просим прощения тоже за их. Как Игнат Тихонович, простите за старообрядцев, которых там 200 лет назад сожгли. Мы просим прощения, прости нас, Господи, что наши предки этих старообрядцев сжигали. Что на войну шли, убивали. Игнат Тихонович говорил, простите прощения. Прости нас, Господи, да. Ну, все равно что-то... Мой прапрадед царя убил, а я про чем? Ну, что я от этого царя, от этого... Я его наследник, ну, да, Господи, прости моего деда, что вот он такой был негодяй. И дай мне сил не быть таким негодяем. Взирая на кончину их жизни, подражая вере их. Не дедам грешникам, которые там помазанника свергали, то и революционеры были. И потом, мы же не знаем, они успели покаяться или нет. Вот родственники. Вот лазейка-то, видишь, еще. Нет. Вдруг он за секунду до смерти там, скажу, жил, бурябельцом, бурябельцом, бурябельцом. Мы же не знаем, какая у них вера была. Вот о предках мы молимся, да? А я не знаю, прадед он молился. Или он... Ну, я за него молюсь. Я же не знаю, он покаялся или не покаялся. Как тут быть? А как, спросите? Вот один вопрос мне задавал. Говорит, если человек покаялся, преступник, большой преступник, убил человека, то Бог прощает. Ну, если Господь примет. А тому-то на прощение-то даже минуты он не дал там. Он его зарезал и все. А по жизни-то он был хороший, человек шел с завода. И дома подъехал, прям в подъезде убили. Получается, преступник рай открытый, потому что ему там приходили в аптесты, он теперь молится. А этому на одну секунду не дали покаяния, а смерти подумать. Он сразу ножом ударил, убил его прям сердце. Да те же правды-то. Вот такая обстановка. Я на этот вопрос отвечаю в университете. А теперь. Вот у нас здесь был в городе мэр Баварин. В коридоре там фотографии 4, мы с ним стоим. Я за него молюсь. А как? Господи, он нам так помог. Без него бы этот дом нам не получить. И мировое соглашение, и подписали, видимо, он все сказал, что обратного хода этому делу не давать. Следующий, который пьет, сказал, что неправильно. Что делаете? Кому вы отдаете-то? А в суд включил, что пересмотру не подлежит. Понятно? Все. В БТИ там я ходил, где все деньги, деньги, деньги. Это же не жилое помещение-то было. Его в жилое перевести. Это такая трудность. Это все другое. Провода другие. Все абсолютно другое должно быть. Документы. И Баварин меня буквально за руку вел Владимир Николаевич. И все оформили. Теперь живем в живой дом вот этот вот. Я молюсь, Господи, этот Владимир так много сделал. Если что можно, Господи, сделать для него, облегчить его состояние. Прости меня, Господи, если моя молитва не угодна тебе. И опять. То есть я ничего не знаю, но мне приятно это вспомнить. И охота найти его, кто родственник, и подарить книги. Ну, никак все не показывают, где прячется там. Он был несколько раз здесь, вот когда сфотографировались. Представь, как мы хорошо сидим здесь. Сухое место. Рядом его. Машина редко. Судя на обеда, там, может быть, две машины прошло. Место удивительно. 13 сотых. 226 квадратных метров здания. Это же вообще загадка. Я его как могу. От приходил общинников-то, и он, иисуль. Я за него иногда молюсь. Господи, приведи его в покаяние. А тот ушел. Я на этот вопрос отвечаю. Вот сейчас бы, допустим, мне вопрос. Вот сейчас бы вам сказали, вот вы там вдруг молитесь им. Доступ был к Баварину. Там, вот, где-то. И вам дана такая власть от Бога, что его отпустили, чтобы, но при определенных условиях. Я бы сказал, Владимир Николаевич, мои сапоги видишь? Вижу. Вы, надеюсь, смеялись? Ну да, так, я смеялся. Все в одном и том же, и не зимой, и летом. Но я по-хорошему, я не со зла. Ну ладно, а теперь вы в таких сапогах будете ходить? И теперь? Вы верите в Христос? Теперь я верю. Все, полностью уже. А вот теперь вас, Господь разрешил мне о вас за похоронатайство, завтра вы воскреснете. И будете жить еще не один день. Да только что со мной были всегда, я вас научу. Сейчас пойдем в город, зайдем в городскую администрацию, вы увидите свое кресло. И сразу начнете говорить о Христе, о Баде, муках, как вы были. Согласен? Согласен. Теперь я обращаюсь к людям, которые его знали, живые еще сейчас, заместители. Я говорю, вы его увидите такого вот, вы будете удивляться? Конечно. И он начнет вам говорить о Христе. Вы что будете делать? А вы уважали. Он в десятку лучших мэров России входил. Очень умный, бывший парторг моторного завода. Я перед такими вопросами садил. Ну реально, воскресли и явились во Святой Град. Ну написано в 28 главе Матфея. Явились во Святой Град. И вот он явился в этот Святой Город Барнаул, в котором сколько народу? 640, да? А? 600 тысяч где-то. Ровно 700 тысяч и 300 тысяч. 600 тысяч. 700 тысяч перевалило. Только перевалило. А машин сколько здесь? Не знаю. А я скажу, запомнишь? Могу запомнить. 171 тысяча с половиной машин в Барнауле. Вот насыщенность машинами, одна самая, самая почти высокая в Российской Федерации. У нас шагнуть негде. Хорошо, но... Все, 170, а за 700 только что шагнуло. Два года назад, в один год, на 30 тысяч меньше стало население. А сейчас опять выровнено и шагнуло дальше. Почему? Неспокойная обстановка где-то. А тут такой регион спокойный, плодородный, богатый. И ископаемый, еще только тут нету. Это не Караганда, где один уголь, а тут и золотые. У него тогда воно поработает, на золотой привисках. И реки, и оп какая, и вообще. Вот я перед Богом, теперь я разговариваю, а теперь я это переношу сюда. С его секретарями беседу. Вы на него как теперь посмотрите? Он сказал, если я буду по-другому, сегодня же опять умру и больше никогда не воскресну. Я вот вчера высчитал, я птицами занимался, орнитологией с пяти лет. Но я знал птиц, которые у нас, о которых нет, я не знаю. Я знал, что самая быстрая птица, ну как лев, царь зверей. А этот царь птиц, кто? Сокол Сапсан. Вот голубь петит 60 км в час. Этот развивает скорость до 320. И показано, как у него там, это, крылья исследуют, привязан, там, за границей. Маленький видик делает, он стоит у него на спине, летит и все снимает. И когда он с высоты, там, допустим, километром, метром 600 замещает на земле, там что-то шевелится в траву, как он разгоняет скорость какую над землей, как он выращивает. И крылья разной конфигурации принимают. Разгоняет скорость, только он на земле не охотится, летит в стае гусей. Гуси-то его не видят, он сверху летит со скоростью снаряда, бьет от гуся только и бьет у него грудь. Здесь такая специальная кость. Бьет и гусь падает уже вниз, он его подхватывает в гнездо. Сокол Сапсан. Я только один раз его видел, один раз, около Потеряевки. Как его занесло. А почему? Ой, что-то там пилили дрова, а я хорошо слышал. Ни одна птичка, ни ласточки, ни воробьи. Все это полная мертва тишина. А там птицы кричали, перепелки, ни одной нету. Так, не работаем. Слушайте, хоть одну птичку слышу? Нет. А что такое? Я говорю, общий страх покрыл землю. Это бывает, если бы прилетел сюда Сапсан, но у нас его нету. От его присутствия что-то развивается, какие-то электроволны, или что я сейчас не знаю. Все замолкает. Вот маленький такой бощежинка, там карасей полно, пескари. И вдруг я иду один раз, гляжу вот так вот, пескарики, у меня вот так вот потнулись в берег. Я подхожу руками в берег, они не шевелятся. Нормально. Я гляжу там, тут... Я говорю, такое бывает, только если здесь окажется щука. Она что-то распространяет. Все омертевели где-то. Но щуки здесь нет. Она отсюда 6 километров, и эта вода течет в том направлении дальше. А тут прошел дождь, и она поэтому, где в лагу-то маленькая вода была, она по Осоке пришла сюда 2. Я говорю, тут еще нет. Ну давай-ка, взял карасика, а иду со второго мостика. Прицепил, бросил. Как? Закипело вот так вот. Я гляжу, у меня ничего нет, оторвано-то. Где-то на вторую опять тоже. Я как во все лопатки, да в лагерь, большую леску взял. Там крючков несколько, и этих карасиков. И как бросил, и она схватила. Она голодная, нигде же ничего нет. Я ее на берег вытащил. Вот как пляшет этот пятница воловая, Робинзона Круза, так и я один плясал. Я первый раз поймал такую щуку. Ну, я галья-то вот какой. А эта щука, это 75 или 85 сантиметров. Потеряевки. Хорошая. Ты понимаешь, что нет? И вторая поменьше попалась. И так и здесь. Мы стояли, я говорю, давайте смотреть. Я вот так стоял, поворачивал голову, где сейчас у меня скворечник, и там идут ветлины где-то. Гляжу, на первую ветлину он сидит. Сапсан. Но я-то его изучал, я знаю, какой окраски, как хвост у него. Все, все замерло в природе. Все. Пришел к власти Сталин. Ни одного анекдота нет в стране. У Гитлера ни одного. Пришел настоящий царь, губитель. Губитель не. Понимаешь, как вот. И теперь, а сколько сапсан живет? 30 лет. А потом что? Вдруг у него начинает нос, вот такой нос у него, крючок, о. И он как рвет пьет. И вдруг он задевается больше, больше, больше. Крючок вот так вот, он уже не может никого схватить. И когтями он хватал, а когти там такие вот. И вдруг теперь они вот такие вот, вот этими. Все кончилось. Пенсия пришла. А у него не пришла. Он находит камень и бьет, и бьет, и бьет головой, пока круг не отломится. А теперь, что у него осталось? С этим он обрывает когти. И проходит совсем немного времени, он вырастается заново, еще 30 лет живет. Ничего себе. Вчера я только высчитал это, показывает. Ничего себе. Ну, за что купил, за то продаю. Я такого в природе не слыхал даже. Царь. И вот, прилепи теперь к тому, о чем мы сейчас говорим. А я все это увязываю с этим-то. Он царь, он бог. Он все, что сделал, он оживляет. И теперь в этом надо увидеть, что там было. Какое прощение? Без пролития крови нет. Как могло прощаться? С будущим прицелом, что когда-то эти люди, уноши, примут Христа. Там, на той стороне. И они приняли его. Они приняли. Уверовали. Веруй в одинокрещение для прощения грехов. У нас символ веры. Сектанты не верят. А я говорю, а 2.38, где они апостолы? Креститель для прощения грехов. Вот это все, когда возьмешь и понимаешь, как все связано. И спасение дается, и оживление новое. Старый клюв бог нам отламывает. И мы где-то когти были, хватали. А сейчас только благословляет стоит священникой. А он был-то какой? Да я не достоин называться священником. Не достоин апостолом. Но Господь это по благодати сделал. И тогда нужен был священник, да и бог так устроил. И первосвященник, он павел, заглянул. Откуда взялся? Ни название, ни начало. Родился, когда никогда умер. И у нас такой же спаситель. Ни начала, ни конца нет. Мы не знаем, как повещенсти. Кто у него там мать? А на земле не знаем, кто его отец. Вот это все, когда вместе в одно кольцо совьется, тогда понятно. Мы счастливые и счастливые. Но молиться за умерших? Я молюсь каждый день. Молюсь. Кого-то не забыл. Что вы для них просите? Я просто прошу в конце прощения. Господи, мне так жалко их. Припоминаю хорошее дело. Он помог, поставил свою подпись. Я знаю, как разговариваю. Тут был Тен. Леонид Тен. То есть Корейс или кто. И он был ректором университета. Юридическом процессе. И он говорит. Я с Латкиным беседовал. Руки, ноги ему уже не вернуть. Не вставить. Ну давайте закончим это все. Вот это что я судился. От 11 лет шел в суд. 11 лет экспертизы шили. И наконец выиграл. Это не чудо ли божье. Судья Краевого СССР. Вот. Мы с ним беседовали. Виктор Иванович. Я и говорю. Это чтобы Верховный Президент Верховного Суда СССР вернул назад все дела. Это единственный случай был. Обычно там по убийству. Это же гражданское дело. Вот так. Почему молитвы? Все покрыли. И у Бога выпросили. И Бог поставил. Почему от крови небо? Я думаю. Здесь большую роль сыграли десятины. А прощение просите за то, что просите за них? Да. В конце всегда прошу. Господи. Они не были такие христиане. Неименимые грехи, да? Прости, Господи. Если, добавляю, если моя молитва не угодно. Но мне так жалко их. Вот он столько добра сделал. Мэр города. Я у него как в запазухе, говорит, был. И он передал эстапету, а тогда был Колганов. Тоже Владимир Николаевич. И он точно так сохранил расположение к нам. Точно так же. Я их знал близко. Книги дарил тому-другому. Баварин едет по городу, а я иду по тротуару. Он меня увидел, руку высунет, помашет рукой. Почему? Благодать Божия смирила. И ничего нет. Давай. Комментарий был ваш про Евангелие. Да. Я тут услышала недавно на канале Спас выступал такой священник Григорий Геронимус. И меня удивил его ответ. Женщина задает вопрос. Мне говорит, что же они, протестанты подарили Евангелие от Луки. Можно ли мне, говорит, его читать? Потому что я батюшку спросила. И он говорит, сжечь. А он интересно так отвечает. Он закрывает глаза. И вот видно, он напряженно думает, вспоминает места Евангелия. Он приводит. Он очень старается не ошибиться. Видно, что он не подыскивается. Ничего. Он говорит, я бы так не сказал. Во-первых, говорит, в основном, говорит, это наш синодальный перевод. Они все берут. Говорит. А во-вторых, даже если там, говорит, что-то они вставили. Это, говорит, как так? Там же Слово Божие. Ну, если уж, говорит, вы уверены точно, что там что-то сектантское. Только не выкидывайте. Ну, сожгите, потому что это, чтобы грех не сделать. Это священник, кто-то и сказал первое-то. Нет. Если только точно. А так, говорит, я, говорит, не думаю, что что-то плохого. А если вы прочитаете, я, говорит, это наш синодальный перевод, скорее всего, можно читать. Но только нельзя, говорит, выкидывать, потому что Слово Божие. В Евангелии так. А что бы он ответил? В одно село мы попали, идем по домам, то другое. Бабушки сидят, а у нас тут приходили одни, да и раздавали такие книжечки, мы читали. А потом у нас по радио есть такое в стиле, и выступил батюшка и сказал, придите, принесите всесовет. И мы пришли и принесли, и он говорит, это сектанты. И все сожгли. Сожгли, говорит, по дворе там. Я говорю, у кого-то осталось? Да нет, вся бабушка одна сидела. Я уж никому не сознавалась, а я не отдала, я спрятала и все. Я говорю, ну, баба, неси. Баба Шура там, кажется. Баба Шура тут принесла, я стал смотреть по порядку. Да это издали баптисты, совет церквей. Я посмотрел, хороших баба, здесь все правильно у них. Эти баптисты тут не касаются наших каких-то пунктов. Они прямо говорят об уверовании. Ах, как тебе бабки. Так он что, нас обманул, поп. А председательство совета ему помогал. Да что же это такое? Я говорю, это брошюрка вашим детям достанется. Она красочная такая. Как бабки мои, взаиграли обратно. Все. А если попутал бы сказали бы, да издание баптистка, то точно так же ответил бы сжечь. Вот и все. Вот видишь, три человека, все по-разному. Вот свидетели Югова, их свидетели, старшую башню надо называть. И они отдают свои вот такие, ну небольшие там, буклеты или как назвать. Ну и что там. А я их сколько набрал, мне давали-то. И своим раздали. Я прочитал сначала, там они о природе, о пчелах. Прекрасно написано. У них очень грамотные люди. Да кому-нибудь сжечь, сказали. Ну я считаю, ты сожжешь это? Да тут хорошее. Ну вот я же из этой взял книжки, так не говорю. Я просто перепечатал, тебе даю. А где против-то? Да, ничего и нет против. Они не говорят ничего здесь в догматику. Они здесь не говорят, что Христос это не Бог. Так не надо. Каждое надо внимательно рассмотреть. А чтобы рассмотреть, ты должен знать Библию. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне, Кирилл Руссаринский. А это сказал какой-то сектант. Работать надо. Все, к чему человек прикасается, делается невкусным, неприятным и неприятным даже на вид. Человек прикоснулся. Вот где ничего нету, человека там, вы зайдешь, вот сад как растет, человек был, где-то все-то сломал, раздавил, оформил, оторвал не так. Человек прикоснулся. Я не согласна. Если я в свой сад не зайду и не буду там обрабатывать, то... Трава с деревьев. Я сказал, как оно растет, говорят, виноград новый сорт. А у меня приехал приятель оттуда, а я там в Дальнем Востоке жил, там в лесу были. Я тогда виноград увидел, говорят, вот этот сорт черницкий, какой черницкий он растет здесь. Прямо в лесу растет этот виноград. А как он растет, ты его видел, а нет, когда вихий. Как плющ по стене показывает. Вообще это все обрезано, лишь бы больше урожай был. Вот писать себе. Я тебе сейчас расскажу, да только маленько-то. Тебе нравятся маленькие телята? Вот только на ноги поднимется, какие они сосунки, как смотреть. И дальше показывается. Это для слабонервных не смотреть. Что делает на Западе? Корова больше молока дает, когда первые два месяца после отела. И поэтому они делают все, чтобы чаще осеменять, чаще теленок рождался. И первые два месяца они молока берут по 80 литров. Я эту цифру знал, но я не знал, как это так, 80 литров, непонятно. А телята, телята уже на ногах, уже мать пососали. И они их бросают, все топчут ногами в машину. И дальше машина перемалывает там куда-то и дальше. Телята такие красивые, ничего не понимают. Они их рвут, бросают, входят в лесники. Притом телят этих два миллиона уничтожает в год. Телят живых, не больных, здоровых. Да как глупость. Никакой глупости нет. Вырастили бы на мясо. По-человечески никакой глупости нет. Им не надо это мясо выращивать. Он сегодня получает молоко, рекой течет. А уже от природы, от Бога так установлено, что молоко первое после родов большое, а дальше оно заглухает. Перед лактации называется. Я когда увидел, второй раз кое-как через месяц стал смотреть. Это невозможно. Теленый голову поднимают, а у него такая большая железная палка. Он подходит, как погаидаст, тут ногами дрыгает. Берут в машину, в машину дальше увозят и куда-то перерабатывают. Я в Америке был. Вот у нас на зиму оставляют пять колодок пчел. Серьги, пчелы. Ну им надо сколько-то сахару там. Это не хорошо, но можно там сироп сварить. А главное, с медом эти рамки ставят. А в Америке не так. Их обкурят, всех убивают. А весной сколько тебе надо, они там высыпают, отделают как-то или пчелины заранее нет. А готовы высыпать и гададу пчел. А зиму кормить вас пять месяцев кормить, а мы пять дней не кормим. А как убиваем? Когда вспомнишь пчелы, там смотреть-то что, а все равно жалко. Человек смотрит прибыль. Вот вспомните Дишневый чад, сад Чехова. Сколько воспоминаний о саде. И вдруг все, тут новый хозяин. Теперь он тут дачу построит. У него здесь будет то и другое. Рядом около моря. Тут можно сделать, знаешь, сколько гостиницы. А вот сад, он уже никому не нужен, перерос. Человек, который вот так вот умеет все рассмотреть. Вот эти вот сколько стоят, скалы ничего. А они сразу рассудили. А что так? Ну эти скалы, говорят, они идут туда, говорят, почти 300 километров. А там дальше город никак. Так а надо прокопать через них. Да кто ж прокопает? Вы понимаете, прокопать. Это тоннель надо. А тоннель мы посчитали здесь почти, говорит, 30 километров. Так а машина есть. Какая машина? Которая идет, и она высоту берет, допустим, в 8 метров. 8 метров в высоту, и вот так раскидывает, допустим, 15 метров. И вот эту полусферу берет, превращает буквально в пыль, и там конвейер идет, уходит. Ниагарский водопад, так как повернули? Вот такие сделали. Воду куда отвернули. А теперь пошла машина работать. Когда все узнаешь, отором берет, что человек делает. Вот эти горы, они прямо насквозь. Я в Швейцарии, когда мы ехали, я насмотрелся там. Вот так вот только проскочил, там вторая гора. А вон поезд несется через эту гору, щелкает, щелкает, бац, на той стороне. А мы на машине. Везде паналей. Человек это страшно звучит. Хотя Горький говорил, звучит гордо. Пошли. Ну хорошо же, что сквозь гору-то, а то въезжали. Ну вот это надо смотреть на все. В Евангелии-то люди не удостоверились даже до конца, какая сила заложена. А когда вначале толковать, я когда выделил, теперь мне попы говорят, а как вы выделили эти слова? Евангелие, говорится, проповедь. У меня, говорит, есть Библия, есть отдельное патриаршее издание, и оно лежит, стоит на полке мертвое. Ваше стал считать, так мы сейчас всей семьей считаем. А что, комментарии? 297 комментариев я дал здесь. Евреям 8.7 Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Толкование. Замечай порядок. Сказал, что завет Христос лучше верхого. А откуда это видно? Из того, говорит, что утвержден на лучших обетованиях. Ведь если обетование и воздаяние лучше, то совершенно ясно, что и завет лучше, и заповеди божественнее. Откуда же видно, что обетование лучше? Из того, говорит, что тот был отменен, а этот был введен вместо него. Ибо новый завет потому имеет превосходство, что он лучше и совершеннее. Если бы первый завет был без недостатка, то есть если бы он делал людей непорочными, то не был бы введен второй завет. Как мы обыкновенно говорим, дом не без недостатков, вместо того, чтобы сказать, он приходит в упадок, ветшает. Так и о Ветхом завете сказал, что он не был без недостатка никак другой, но как не имевший силы сделать людей лучшими, как данный младенцам. Ну, поняла это, зачем Богу нужно было. Мы сообщили, Галя Силина у нас была, ушла к старобрядцам сейчас. Ходила по Крутке сапору, сейчас перешла к старобрядцам. То есть, это новости какие. А почему? А потому что ее не удовлетворяло здесь. Продвижение вперед никакого она не делала. Добрый человек, все. А там как раз этот застой, стагнация называется. Ты 300 лет на месте. Она нашла, что, а мне пение вот это заунывное нравится. Каждый день я прищищаюсь, я начала прищищаться, а там этого не будет. Там ровно 4 раза в год больше я рот не размишь. И она согласилась со всем. А здесь она начинала недовольная, там снимают, а там не снимают. Но когда я сказал, мне надо бах сварить, она где-то работала на каком-то заводе здесь. Такой завод есть. Она все выписала, сделала, привезли, сварили. Она никак не могла. Вот она хорошо о себе рассказывала. И все время. Может быть, она до сих пор еще ищет все. Теперь еще ищет. От старобрядцев не ухода, только на кладбище. Поезд закончился. Если кто старобрядцем ушел, обратно хода нет. Это человек, если есть, только обратно. Вот у нас Валентина Павловна была, Конева. Помнишь? Пришла. Она ходила к старобрядцам несколько раз. Я никак любви не найду. Там побыла, а там совсем любви нет. Пришла у нас побыла, а Маленька опять туда пошла. А там никого нет. И так умерла она у нас уже была. Такие люди есть. У нас один был Кузьма, потеряю в Китае. И он когда умер, а перед этим перешел, вот как говорится, со священством старобрядца. А есть кержаки, наши родители были, без священства. Но он перед концом пошел. Когда умер, то там два кладбища. Для тех, кто со священством. А остальное мирское кладбище для патриарших, сказать, где-то. Куда его хоронить-то теперь? Умер, а теперь за его уже место куда? Ну и, кажется, таким он тогда еще, юноша был, дали кадила, чтобы в могиле он покадил. А можно или нельзя, никто не знает. Небольшой, вот такой был, маленький. Своё дело делал. Принял священство, успокоился, причастился. А там еще этого нет. Не осуди, но узнай. Вот я не знаю. Я так вот про себя думаю. Думаю, у нас только туда положено. Чтобы такое братство было, такая активность, такое знание Писания. Куда пойти? То есть то, что у нас есть, я еще ни у кого не видел, чтобы в совокупности все было. Ни у кого, нигде. И ни в картинках, ни в прошлое столетие. Чтобы православные все до одного были крещены в полное погружение. Чтобы шли вот такие занятия. Даже вот как украшение у нас. Это не принято у православных. В храме между иконами места Писания. Этого нет ни у кого. Нету. И после этого куда-то идти. Идти это куда? В никуда. То есть такие у нас труды. Столько людей обратилось. И пойти куда-то. Куда. Идти надо к лучшему. А лучшего-то ничего и нет. Это я уже узнаю через статью. Она живет. Дверь в дверь вот так. На одной площадке. Видишь как. Иконы какие-то. Старобрядцы они... Сейчас маленько считать стали. А то Библию нельзя считать. С ума сойдешь. Это отстаробрядца пошло. А вторая Галина Ивановна тоже с ней? Башина. Кубайкина тоже с ней вместе? Нет. Она отдельная. Она тут где-то... Говорят, ее тоже, говорят, там видели. Конца-то этого нет. Недовольство. И что-то лучше... Об этом же речи даже не идет. Лучше ничего нельзя сделать. А что лучше-то сделать? Занятие Словом Божиим. Все знают. У нас занятия. Где только не было. Столько литературы. Благовестия. Нет. А вы могли бы что-то добавить? Нет, ничего нет. Все. Вот сегодня. Батюшка сказал, вот он такой, дальше ничего нет. Я привожу 22 места писания. Это же разная сила. Я показал, почему он соблазняется. Почему она, когда стоит, поворачивается. Я показал, что это скотство. Козлы поднимаются где-то. Ему надо укупляться стоя. И все понятно из-за чего. Теперь скрывать нечего. Стоят, не соблазняют его. А когда кланяются, вот. Срам один. Что? Пошли. Нет. Ну, и описание тут я ничего не говорил. Писание открыл. Показал. 22 места Библии подтверждают истины того, что я нашел. Евреям 8.8. Но порок, укоряя их, говорит. Вот. Да. Евреям 8.8. Но пророк, укоряя их, говорит. Вот. Наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Толкование. Не сказал, укоряя его, то есть завет, но укоряя их, то есть иудеев, которые не могли совершенствоваться через заповеди закона. Здесь более ясно показывает, что ветхий завет отменен, ибо вводит Бога через Иеремию, говорящего, что заключу новый завет. Иеремия 31.31.34. Вот это доказательство. Прямо показывает. Пророчество. То есть, совершенно новый. Не так, как понимают евреи, что Ездра обновил Писание. Ибо Писание не стало новым, но осталось древним, хотя и было им восстановлено. Иеремия 8.9. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Толкование. Чтобы кто-нибудь не подумал, что отменяется тот завет, который был заключен с Авраамом, присоединил в то время, когда взял их за руку. Ибо, говорит, я желаю отменить завет, о котором говорится в книге Исход. Завет, данный на горе Синаи отцам нашим, слившим тельца. Тогда, как именно завет с Авраамом о Христе получил исполнение. Ибо благословятся в семени Твоем все народы. Бытие 22.18. То есть во Христе. Видишь ли, что начало зла от нас. Они, говорит, не прибыли. А потому я, Господь, пренебрег их. Напротив, благо и благодеяние получают начало от Него. Как бы оправдываясь, приводят в причину, по которой Он, Господь, оставляет их. Именно за их непостоянство. Да, то есть, если бы они соблюдали, то и не было бы нужды Новый Завет вводить. Но так как вина их была, закон был где-то водителем ко Христу. То есть Господь предвидел, что вот такое все. Жертвы, ягнят приносили в жертву. Это было прообразом, указывающим на Христа. Когда Иоанн Христитель говорит, вот агнец Божий, взявший на себя грех мира. Какая нужда, говорит, быть Богом священником? Значит, была такая нужда, как ты спрашиваешь. Если он сам Бог и сам священник. Священник, Лена, что делает? А жертву Богу приносит, умилостивляет его за грехи людей. Да, и ходатайствует за народ. То есть, знаешь, он посредник. А сектанты, они говорят, что у себе посредников Николы Чудотворцев взяли? Написано же один посредник. Христос. Зачем? Давайте напрямую ко Христу. Что ты им ответишь? Люди, угодившие Богу, во Христе почившие, тоже ходатай. Потому что они уже исполнили Слово Божие. Ну, написано же один посредник. А вы два. Это какого-то в окрещении. Во каком? Мы уже у святых просим, моли Богом. Ну, я думаю, тут не все все такое. Ну, вот я сектант. Ну, написано, один посредник, а у вас два. Это для спасения. Он один спаситель Христос. Правильно. То, что так считаем. Спаситель Христос один. А это просто как вот... Ну, а зачем? Я могу попросить Игнать Тихоновича, чтобы он обо мне с тобой поговорил, чтобы ты мне какую-то милость оказал. Меня принял, например, на занятия. Это как вот... Ну, а напрямую ко мне что не надо подойти? Мне же обидно, что ты там. Каких-то посредников прокладки делаешь. Что ты меня зазираешь или что? Игнатий, конечно, как зазираешься. Гнушаешься Бога. Я такой Бог. Ну, просто их признаю. А как себе? Приобретайте друзей богатством неправильным. Как вот это же про святых вот этих говорится-то. Христос там сказал, чтобы они, когда попадут в небесные обители, приняли вас в свое число там. Дома. Своя. Ну, поверит тектант. Это уж я не знаю. Ну, ему, значит, достаточно этого будет. Что Христос последний. Расширьте, Игнатий Тектант. Ну, как вот сейчас вообразить сказали бы, что никогда не молиться там, я даже не понял бы, как. Они не умерли, они живы у Бога. Я говорю, ну, мы можем молиться друг за другом, тектантами. Ну, конечно. Ну, а если тот, с кого мы молились, он в космической группе астронавта. Теперь он на Луне оказал, мы могли попросить, он там и молились, говорит. Ну, хорошо, там молились. А расстояние влияет на расстояние? Молитвы я попросил, нет. Ну, а когда человек боли ощущает, то когда телом обременен вот этим, или когда душа уже вышла. Ну, ясно, тело у нас лечет туда-сюда, и душа-то одна все она будет смотреть. Спереди или сзади. Это нет ничего. Ну, и как? Доконенты освободились от всего. Это была вершина. Он просто был такой, Павел. А теперь он мучает их даже. Почему же, если жить, никуда он не делся. Вы верите, что Дух идет к Богу? Конечно, так написано. Но вот весь ответ, мы и молимся им. Он живой. Павел нуждался в молитве? Он говорит, молитесь обо мне, дабы я был возвращен вам. Значит, своей что, не хватало молитвы? Это объединяющее. И вопрос так не ставился. Не ставится. Никто его вопроса не ставит никак. Павел здесь был. Я пришел к нему в гости, а он больной. Я говорю, Павел, там помолись за меня, там, кто-то говорит. Только умер, я слышу, у меня щелкнуло, и все пошло. Почему он зашел уже, куда надо? Поэтому мы и молимся. У Бога все живы. У него мертвых нет. И вот эти вот красные строки, что ставим, это все исчезает по одним текстом. Давай, заканчивай. Все время, да. Чем? На какую-то? Восемь. 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 Восемь девять начнем. Восемь. 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 Тетя, Богородицу, Пресмоблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Безыстрения Бога, Слово Родшую, Сущую, Богородицу, Тя величайе. Милосливый Создатель, прими нашу молитву во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы рассуждали о слове Твоем, в чем погрешили, прости нам, Владыка. Посети в вузах, в тюрьмах, в психиатрических лечебниках, Томящихся за слово Твое в лечебницах. Помоги им, даруй им свободу и утеши их Твоим присутствием. Посети болящих, Сергея парализован, Анастасия и Татьяна. Благодарю Тебя за скорби и печали и радости, За друзей и за врагов, за болезни и здоровье. Ибо все в свое время окажется на пользу. И место себе защити. Пошли нам все необходимое для летнего пребывания в селении. По воле Твоей, Святой, да будет все. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, приняй нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечерней, Благоухание приятное перед прессовом благодати Твоей. О, Владыка, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, Молящих о Тебе на небе и на земле. Господи, услыши молитвы всех, молящих о нас во благо нам. Услыши молитвы всех, кто и ушел из этой жизни. И наши молитвы о них, об умерших, родных и близких, прими. Мы обращаемся ко всем святым. Молите Бога о нас, и Ты, Матерь Божия, Ангел-Хранитель. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и да слышит о раб Твой. Аминь. Аминь. Надо чаще показывать, повернуть. Почему-то других показывать.